И всем снова привет. Это вновь продолжение прохождения игры Готики. Точнее, игры Готика. Это я немного оговорился. Возможно, это у нас сегодня будет последняя часть. А может и нет. Это смотря как мне повезёт. А ты нашёл железные доспехи? Да, я нашёл их в одном из сундуков в затонувшей башне. Он принадлежал тому герою, который сражался с Уризелем против орков. Надеюсь, я буду более удачлив, чем он. Так, ты подготовил заклинание для возвращения силы Уризеля? Ты уже написал заклинание для передачи энергии Рудной горы Уризелю? Да, оно уже готово. Но один ты не сможешь его прочесть. Почему? Его должен прочитать сильный маг в то время, как ты будешь держать меч над источником энергии. Что ж, мне придётся найти того, кто сможет мне помочь. Возьми заклинание и верни мечу всю его былую силу. Она тебе понадобится. Так, но я же маг, мне нелегко будет управляться с мечом. Но как маг, я не смогу использовать Уризель. Я знаю один способ. Но сначала восстанови силу меча. Потом я расскажу тебе об этом. Я... Так. Что-нибудь новое у тебя появилось? Не, нифига. Так, ладно. Отправляемся в новый лагерь. Гнев Иннесса мощнее. Беру его. Опа, Мильтон. Возможно, он нам поможет. Приветствую тебя, мой друг. Много воды утекло с тех пор, как мы виделись последний раз. Привет, Мильтон. С тех пор очень многое изменилось. Я бы с удовольствием рассказал бы тебе обо всём. Но сейчас на это нет времени. Я очень спешу. Мильтон, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Чем я могу тебе помочь? Я расскажу тебе об этом там, где нас никто не услышит. Хорошо. Иди за мной. Я знаю, куда он имеет в виду. А, тут, в библиотеке. Теперь рассказывай, что стряслось. Мне нужна энергия Рудной горы. И я думаю, что маги воды не согласятся помочь мне получить её. Ты шутишь? Сейчас не время шутить. Я серьёзен, как никогда. Я видел Ксардоса, некроманта. Он сказал мне, что нужно делать. Ксардос? Ты меня пугаешь. Никто не разговаривал с ним с тех самых пор, как он покинул старый лагерь. Я говорил с ним. Зачем тебе понадобилась сила Железной горы? Чтоб активировать Уризель. Я хочу передать её этому мечу. Ух ты! Вот это клинок. Его имя Уризель. Ксардос дал мне заклинание, которое передаст мечу силу Руды. Тебе нужно будет прочитать его, когда я поднесу меч к горе. Ну, если мне нужно только прочесть заклинание, ну, у нас возникнут проблемы с Сатурасом и другими магами. А мы свалим. Мы должны рискнуть. Это очень важно. Важно для всех жителей колонии. Я не понимаю. Это поможет нам выбраться отсюда. Поверь мне. Ну, хорошо. Помимо этого, пох... Встретимся возле... Хорошо. Всё. А теперь бежим к Железной горе. Я знаю, где она находится. Вот тут. Ох! Руда. Вот она, Железная гора. Здесь... Жалко, её всю нельзя стырить. Тут есть только... Собрать можно здесь только несколько кусков. Как можно не понимать? Вот они. Я не буду умеешь со своим торговым случиться. Я не буду умеешь со своим торговым случиться. Стырим её всю, пока Мильтон не пришёл. Ну, какую тут, возможно. А то сейчас... Надо будет заклинание читать. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Так. Во-первых, давайте восполним ману и жизнь. Нужно подготовиться. Сколько можно повторять одно и то же? Мильтон, ты где там бродишь? А, вот он. Вот ты где. Давай быстрей. Я не причастен к этому делу. Мне нужно взять Уризель. Наверное. Вот, Уризель. Уризель. Ты принёс меч и заклинание? Да. Вот заклинание. Ты готов? Если только кто-нибудь может быть готов к этому. Тогда давай начнём. Начинаем. О, посмотрим видюшку. Начали. Всё. О! Какой обалденный меч получился. Смотри. Опа. Нас маги увидели. У нас проблемы. Такой. Это... Это не я. Всё. Теперь у нас проблемы. О, шестая гола подошла к концу. Шестая, последняя. Невероятно. Этот камень был серым. Теперь это звучит синий свет. Похоже, у нас получилось. Магическая сила всей этой руды теперь заключена в одном старом мече. Но кажется, мы привлекли к себе слишком много внимания. Тебе придётся воспользоваться заклинанием «Портал» для того, чтобы выбраться отсюда. А что будет с тобой? Обо мне не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Уходи. Он сейчас сам телепортируется. Всё, нам надо уходить отсюда. Потому что если мы сейчас выберемся, нас там маги поджидать будут. И они нас будут убивать. Вон. Мильтон телепортируется. И я. Он, я не знаю, куда стелепортировался, а я пойду к Сардасу. Всё, теперь у Ризель у меня самый мощный меч. И мощнее него уже ничего не будет. Ну, вперёд. Ёкарный бабай. Чё ж я так лоханулся-то? Я чуть не сдох. Скелет. Скелет. Ксардас, я достал Ризель. Привет! Я зарядил Ризель. Невероятно. Меч снова столь же силён, как и в день своего создания. Теперь у тебя есть один из самых мощных мечей в мире. Ты говорил, что я... Что даже маг сможет воспользоваться мечом. Ты говорил, что я смогу использовать Ризель, даже если буду магом. Посмотри на него. Его самая важная деталь. Синий мерцающий камень на клинке. Он хранит в себе всю силу меча. Если я выну этот камень, я смогу сделать из него руну, которая будет обладать всеми свой... Магическим... Эта руна поможет победить твоих врагов так же, как это сделал бы меч. Но есть одно условие. Лишь маги шестого круга могут использовать такую могущественную руну. Так. Хорошо. Это будет необратимое изменение меча. Нет, не надо. Нет, да... Нет. Я лучше сохраню... Мощность меча, чтобы мочить там всех. Потому что магии там... Ну нет, магия, конечно, там тоже мощная волна смерти. Но мне Ризель тоже понадобится. Как меч. Потому что там он немощный станет без этой руны. Так. Ну всё. Отправляемся в храм спящего. И для этого я приберёг свита, короче и портал. Ну вот и храм. А может всё-таки стоило взять руну? Я не знаю. Я прошёл тогда без руны. Но я очень долго мочил тут всех стражей братства. Возможно, мне следовало бы извлечь руну из меча. Не. Давайте всё-таки лучше возьмём руну. Так мы быстрее всех завалим. А использовать будем тогда гнев и... Так. Блин, но я использовал портал уже. А где у меня... Сохранение-то последнее? Только тут. А, была не была. Идёмте. Некогда уже. Так. Во-первых, давайте-ка побыстрее добежим. Ну вот, мы и вновь вернулись в храм спящего. Только нам надо побыстрее. Туда бежать. А-а-а-а! Ёкарный бабай! И куда я провалился? Блин, всё. О, ну наконец-то. Блин, всё придётся делать по новой. Ладно, сейчас пока на паузу поставлю, но на этот раз вынем из меча. Всё, руна моя. Правда, Резель теперь стал без неё не мощным. У него теперь... Снова урон 90. Ладно, возьму самый мощный меч, то есть гнев Иноса. И отправляемся снова... Во, а, это же волна смерти. Вот она, та самая руна. Она супер мощная. С ней-то мы там всех фанатиков братства убьём. Заодно я себе и... Добавил... К максимальной мане ещё... 30 очков. Ну а теперь... Рванули. Да, кстати, слышите шум? Это у меня дождь пошёл. Да сильный-то какой. Дождь у меня идёт. Так. Главное не повторить предыдущих ошибок. Быстрее будет пробежать через подземный ход. Беги-беги. Нам теперь туда. Туда. Хотя нет. Нам туда. Так. А вот теперь... Сохраняемся. И вызываем скелетов. Сразу шестерых. Теперь пьём зельку. Идём мочить фанатиков. И демонов. Волна смерти. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все вокруг подохли. Вместе со скелетами. Все подохли. Вот это нам и нужно. Ну, где фанатики? И... Дохните! И ты ещё смеешь появляться, Злух. Вы не струхли? А ну, пошёл нафиг. Лучше бы я оставил камень в Уризеле. Лучше бы я оставил камень в Уризеле. Ну? Есть ли тут ещё кто-то, кто хочет меня убить? А, последний Йорк-шаман. Умри! У тебя есть оружие? Я остановлю тебя! Хреновство. Ой, а он нихрена не боится. Беги! У него дыхание смерти. У Ксардоса была, кстати, такая... Магия. Умри! Лишь бы волна смерти до него дошла. Ох! Ёкарный бабай. Пиндец. Да, его, походу, только магическим Уризелем реально остановить. Да, дайте мне уже волну смерти запустить. Пиндец. Стоп! Наконец-то сдох. Теперь пьём зельки. Идём всех мочить. И ты ещё смеешь появляться здесь. Ну подожди... Апокалиптический? Апокалиптический? Этих только волной смерти реально... Убить. Или Уризелем. Ну, Уризелем магией, либо мечом. У меня есть магия. Его только магией можно убить. Только попробуй появиться здесь ещё раз. Сдох. Да, этих чуваков хрена с два убьёшь. Обязательно надо пить зельки. И магией постоянно жахать. А магия-то реально мощная. Реально мощная. Уризель только кого-то одного убьёт. А магия сразу всех. А то она и волна смерти. Эй, чужак! Сущность мы тебя научим, как себя вести. Умри. Мне не до тебя. Идиот. Идиот. Отлично. Ого, вот это статуя. Статуя спящего. Ксардас? А он-то как сюда добрался? Слушай меня внимательно, у нас нет времени на лишние разговоры. А как ты... Спящий уже готов к пробуждению. Я использовал всю свою силу, чтобы добраться сюда. Я перевел пророчества орков и узнал, что дают пять сердец шаманов. Пять сердец пяти побежденных тобой шаманов, помещенные в пять гробниц. Их несложно открыть, но эти сердца может уничтожить только один из старых клинков, которые шаманы носили при себе. Но у меня есть все эти клинки. Тебе нужно будет пронзить эти сердца пятью клинками. Только так ты избавишь этот мир от спящего. Я это сделаю. Торопись, я чувствую, что пробуждение демона уже близко. А безумный Коргалом и его последователи уже здесь. Все они собрались в зале спящего. Я убью их всех. Меня хватит. Теперь меня никто не сможет остановить. Сила спящего растет. Я больше не... Что с тобой? Я должен... Уснул. Но он же спящий. Там, кстати, если близко подобраться к этому спящему, то ты заснешь. Поэтому близко к нему подходить нельзя. Так, здесь на каждом конце вот этого хода находится страж. Которого надо убить. Но... Они и так все сдохнут, потому что обвалится храм. Стоп. Тут сундук. И мумии. Мумии. О! Тут всякие полезные эликсиры. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Надо выпить все эликсиры, которые бонусы дают. Это нам всё пригодится. Бонус к ловкости. Бонус к максимальной жизни. 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 И бонус к максимальной жизни. Бонус к максимальной мани. Бонус к максимальной мани. Бонус к ловкости и к силе. И бонус к силе. Так. Срочно бежим. Ксардас тут уснул. Интересно, а его убить тут реально? Сохранимся перед этим. И попробуем его убить. Нет. Ладно, оставим его в покое. Пусть спит. А, вон. Проход, который ведет в зал спящего. Но сейчас-то мы всех убьем. Пошел нафиг. Сдох сразу. А, ну так я ж ману прокачал себе. Теперь я их всех одним этим разом убью. Всех этих стражей. Спящий пробудился. Вон все корголом. Спящий пробудился. Вот он. Вот он спящий. Так, сохранимся обязательно. Ну, я иду вас мочить. Пошел. Пошел ты в шоку. Пошел ты в шоку. Спящий. И никто не остановит его. Все неверные заплатят за свои грехи. И ты будешь первым в их рядах. Пробудись. Пробудись, спящий. В жопу пошел. Мох. 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 Надо убить этих стражей. Чтоб не мешались. тебя придется уносить пошел отсюда жопу он должен был сдохнуть сразу а почему что не сдох а теперь сдохли оба давайте ка я всех вас убью а а а Что за... Мне нужно избавиться от коргалу Ученики бегут Мне надо уносить ноги Он еще дыхание смерти использует этот коргалом Беги Ран, Вася, ран Ран, Вася, ран Пошли нафиг О нет, это дыхание смерти Он уходит Дыхание смерти меня убило Ты, зараза, коргалом, как ты можешь так далеко? А ну-ка пошли нафиг отсюда А ну-ка А ну-ка Димон! Беги! Беги! Димон! Сразу в семени Да, блин, с этим коргаломом хрена с два справишься Вот мы сном А теперь Беги! Димон! Беги отсюда Он сейчас будет... Беги-беги! Все равно догоним! Он удирает! Зараза! Умрите же! Все мертвы Ура Я всех их убил Ура Все сдохли Нет! Нет! Не сейчас Я лох Как я так лоханулся Мне опять же придется всех их убивать А-а-а Зараза Беги-беги! Димон, Димон, беги! Куда же ты, трус? Пошли нафиг отсюда! Похоже, что все сдохли. Главное, не лохануться точно так же. Остается разобраться с Коргаломом. Вот с ним-то будет много возни. Из-за этого его пирокинеза. Так, а где он, кстати? Пошли! А, чем ближе, тем больше урон. Вот! А, он боится нас! Умри, зараза! Я подойду к тебе поближе, чтоб ты сдох. О! А? Ш... Спящий! Ох! Только этого мне сейчас не хватало! А? Спящий стреляет по мне огненными шарами. Точнее, огненными стрелами. Срочно! Эликсир, пей, дурила! Ты сейчас сдохнешь! Отлично! Ну, остался только спящий. Кстати, с самим ним мы бороться не будем. Мы будем бороться с демонами, которые будут вылезать. Как только мы воткнем сердце. Точнее, как только мы воткнем меч в сердце. Вот, дыхание смерти. Меч Галома. А он, интересно, мощнее не от гнев выноса самый мощный. Главное уклоняться от... Магии спящего. Ох! 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 Ожеченный меч их не берет. Нужна волна смерти. Ну а, его ещё магия спящего берёт Можно прикрываться И спящий будет бить по нему, а не по мне Да Так я и думал Это наносит ему некоторый урон Но приходится далеко убегать Ёкарный бабай Да, трудно будет мне с ним справиться А если попробовать дыхание смерти А, ну точно Я знаю теперь, как мы сможем победить этих демонов Спящий убьёт их за нас Так что, как мы можем победить Угу 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 Ну вообще-то мне обязательно убивать этих демонов Давайте попробуем просто так проткнуть Все пять сердец Угу 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 Дурила. Эти заразы где-то там. Вот, дыхание смерти. Попробуем убить демонов с помощью этого заклинания. Трудно его мочить этой магией. Умер. Слава богу. Теперь избавимся от второго. Предварительно, конечно же, сохранимся. Продолжение следует... Ой, нет-нет-нет. Стох. Еще один. Теперь надо проткнуть третье сердце. Я теперь знаю, как тебя убивать. Минус еще один. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но это уже другая история Все Ну вот и закончилось наше прохождение Готики Оно полностью подошло к концу Если честно я теперь жду пока Наконец-то у меня будет нормально работать Игра Готика 2 Возвращение Чтобы играть в нее А пока на этом все До свидания